Здравствуйте, уважаемые зрители, наши гости и, конечно же, подписчики канала. Вы смотрите Цветовь дом и комнатные растения. Вот мы с вами и рассмотрели все особенности выращивания мертвого дерева. Кто не видел эти видео, то ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Ну а сегодня я хочу рассказать вам о приметах и суевериях, которые окружают это растение. С давних времен люди наделяли магическими свойствами различные природные явления, животных и неодушевленные предметы. В том, что у камней есть душа и они обладают чудесной силой, сомнений не было. Точно так же верили и в бесконечные возможности деревьев. Деревья укрывали от дождя и зноя, они были строительным материалом для жилища, на них росли употребляемые в пищу клады. Благодаря им в очаге горел огонь. Неудивительно, что растения обросли многочисленными приметами. Миртовое дерево не исключение. Одним из самых верных спутников человека и древностей с первых лет христианства было небольшое деревце мирт. Из древнегреческого мирт переводится как бальзам. И не случайно миртовое дерево обладает многочисленными целебными свойствами. Но об этом у нас есть другое видео. А для многих микробов аромат растения смертелен. Принято считать, что миртовое дерево – это комнатное растение, полученное искусственным путем. Это не так. Родина мирта – Средиземноморье, откуда растение распространилось по всему миру. В разные времена мирт высаживали у церквей и храмов. Это считалось хорошим знаком. А в последние годы особенно модным стало держать мирт в доме. Этому способствует миниатюрный размер – максимум 1 метр в высоту. И вера в окружающие миртовое дерево, приметы и суеверия. Мирт имеет символическое значение в разных религиях. Именно его взяли с собой Адам и Ева, покидая рай. С тех пор он не только напоминал им о времени, проведенном в Эдеме, но и стал их домашним оберегом. Зачастую это вечно зеленое растение является символом покоя, мира, достатка, благости, любви и славы. Поэтому на голове невесты обязательно должен был присутствовать венок с вплетенными в него цветами мирта. В Древней Греции мирт олицетворял наличие власти и высокого положения в обществе. Героев воинов встречали с миртовыми ветвями. Согласно библейной легенде, во время всемирного потопа, весть о спасении принес голубь с миртовой ветвью. Миртовое дерево неотделимо от многочисленных примет и суеверий. Существует поверье, что увидевшему во сне мертвое дерево повезло, и он в ближайшем времени станет богатым. Семья, которая хочет рождения дочери, должна из семечка вырастить миртовое дерево. Считается, что мирт помогает цыганам обладать гипноз собеседника. А если положить под подушку миртовую веточку, можно увидеть вещи и сон. Вплетенный в свадебный венок цветущий попек мирта предвещал счастливую семейную жизнь. Чтобы привлечь богатство, веточку мирта необходимо носить с собой в мешочке. Положив возле коршочка с миртовым деревцем вещицу золотого цвета, максимальный успех в жизни будет гарантирован. Если сделать бусы или браслет, или ожерелье из мирта, то любовь будет крепкой и искренней. Чтобы в семье появились дети, надо поставить рядом два деревца мирта и свисать их ленточкой. Сопровождающие мирт приметы сложно сортировать как правдивые и не очень. Но в некоторых отдельных случаях непременно найдется цепочка исторических и медицинских подтверждений. Что сбывалось, что состоялось. Народные приметы потому и живут долго, потому и стойкие, потому что их народ приметил. Но вот верить в них или нет, это уже личное дело каждого. А у нас все на сегодня. Выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Подписывайтесь, если вы конечно еще не подписаны. И вы всегда и все будете знать о своих комнатных растениях. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok